Первое, что я в прошлый раз вам не дочитал, не дочитал, а факт, который, возможно, вас заинтересует и который, вообще-то, нужно бы знать, что, оказывается, зачитываю вам справку, по данным американской правительственной организации под названием «Центр по контролю над болезнями», у гомосексуалистов СПИД диагностируется более чем в 44 раза чаще, чем у обычных мужчин и в 40 раз чаще, чем у женщин. Сифилис в 46 раз чаще, чем у обычных мужчин и в 71 раз чаще, чем у женщин. Правда? Справка интересная. И, главное, в США. Да. Там всё можно публиковать. Это так, для вашего сведения, как маленькая дополненница к тому, о чём мы с вами вчера рассуждали достаточно долго. Сегодня я хочу добить основу по социальной концепции, как я вам уже обещал, просто поговорить немного по ещё одной проблеме, которая касается как раз нашей с вами дисциплины. речь идёт о церкви и проблемах экологии. Относительно того, что эта проблема сейчас очень насущна, говорить не приходится. все прекрасно об этом знают, все мы постоянно слышим. здесь просто я вам хочу передать основные идеи, которые присутствуют в социальной концепции в отношении этой темы. Сразу с чего, можно сказать, почти начинается, с какой-то второй фразы. Сегодня облик Земли искажается в планетарных масштабах. Поражены недра, почва, вода, воздух, животный и растительный мир. Окружающая нас природа практически полностью вовлечена в жизнеобеспечение человека, который уже не довольствуется многообразием её даров, но безудержно эксплуатирует целые экосистемы. Церковь глубоко обеспокоена этими проблемами, порождёнными современной цивилизацией. Вопрос, конечно, мы указываем на человеческую деятельность, которая является единственным и важнейшим, ну, не важнейшим, а именно всеохватывающим фактором искажения облика нашей планеты. Это совершенно, так сказать, очевидно. Но в чём дело? Об этой человеческой деятельности говорит кто угодно. Об этом говорят верующие, об этом говорят неверующие, атеисты, представители каких угодно религий на другое не обращаются внимания, то есть не обращаются внимания на самое главное, на источник этой человеческой деятельности. Вот в чём беда, я вам скажу. Самое главное всегда опускается, исчезает, нет его. А главным, что является? То, чем заражена душа человеческая, чем живёт дух человеческий, к чему человечество стремится? Помните, мы с вами же говорили о замечательных трёх С. А. В. Дорофея. Славство о любви, сребролюбви, славолюбви. Вот это вот порабощение, порабощение человека, современного человека и, главным образом, того человека, от которого зависит общечеловеческая деятельность, она является причиной этой странной, этой глубоко неразумной, этой глубоко безумной деятельности современного человека. Страсти – вот что порождает ту ненормальную деятельность человека, которая искажает облик нашей земли. Вот на это, к сожалению, к сожалению, просто не обращается внимания. Мир мирской даже не хочет говорить об этой духовности. Вы же помните, как мы с вами сколько раз говорили о том совершенно, не только принципиальном различии, а просто о совершенно разных мирах, когда мы говорим о духовности. Что подразумевает под духовностью мир и что подразумевает православие. Вот где источник-то! Где же он? В душе человеческой! Самое главное-то в чём? Именно в том, что мы заражены страстями и что эти страсти мы культивируем. Более того, мы их рассматриваем как смысл и цель жизни. Обратите внимание, развлечение, о чём мы постоянно с вами говорим, это развлекаловка. Это же поглощает, я не знаю, какой объём человеческой души. А уж эти страсти 3С вообще полностью уже закрывают душу. Но теперь надо просто подумать, при наличии и культивировании этих страстей может ли измениться человеческая деятельность? Деятельность, касающаяся как раз вот этой экологической проблемы, может ли измениться, когда весь поглощён чем? сластолюбим, то есть жаждой наслаждений, жаждой комфорта, жаждой того, чтобы вот ткнул пальцем раз и у меня весь мир заговорил передо мною. Представляете? Комфорт! Попробуйте! Вы знаете, что Америка потребляет сейчас что-то 40% всего потребляемого в мире. Всего потребляемого в мире. Особенно и прежде всего это энергоресурсов. Так, а учтите, какая страна не хочет быть такой же, как Соединённые Штаты Америки в этой области, в области обеспечения человека всеми, всеми ресурсами жизни, деятельности человека. Какая страна? Назовите, пожалуйста, мне. Вы ни одной не назовёте. Все стремятся к чему? К тому же! И теперь представьте себе, ведь надо же иногда всё-таки представлять себе, что же будет с Землёй, если все вдруг страны, вот сейчас раз, и какой-нибудь мах взмахнёт рукой, и все страны станут такими же, как Америка. Сколько мгновений просуществует наша Земля? не надо даже подсчитывать. Неважно, сколько. Она тут же будет уничтожена кем и чем? Страстями человеческими. Вот этого, подумайте, ведь, кажется, немного надо ума, чтобы понять, пока мы культивируем вот это даже сластолюбие, которое охватывает собой, ну, я бы сказал, почти всю деятельность человека. Все ищут комфорта, все ищут вот это богатство, наслаждение, развлечение и так далее. Все стремятся именно к этому, в этом смысл жизни. О какой правильной экологической политике может идти речь? Какой? Никакой. На это не смотрят. Напротив, страсти культивируются, разжигаются. Обратите внимание на все рекламы, на всё то, чем пичкают человека. Это то, что на христианском языке называется страсти, греховные в смысле. Страсти, страсти и страсти. И мы после этого хотим, чтобы наша планета была цветущим райским садом. Это какое-то, какое-то безумие. Ну, вот недаром святые отцы говорят, мир безумен. И все ихидно смеются. Это мы-то безумны. А не вы ли безумны там, сидите там, пещеры где-то в пустыне, и никому не помогаете? Да, правильно. Никому не помогаете уничтожать землю. Это действительно бездельники. Действительно, безумие какое-то охватило. Мы что делаем? жаждем, жаждем плодов и рубим корни, бесщадно рубим корни этого древа. Вот где основная причина, причина экологического кризиса, который уже есть, который будет развиваться, который, для остановления которого нет никаких фактических ресурсов. Все эти меры, которые предлагаются, все ограничения определенные, там выбросы в атмосферу, там устройство лучших двигателей, ну хорошо, двигатель выпускает не 100 единиц будет выпускать, а 75. Ой, да, какая пользительность для нашей атмосферы это будет. Ничего мы не сделаем. Вот где, где проблема. Социальная концепция русской церкви и указывает на это, на это, чтобы именно грех, грех, зародившийся в душе человека, пагубно повлиял не только, я вам цитирую, не только на него самого, но и на весь окружающий мир. Пишет апостол Павел, тварь покорилась в суете, не добровольно, но по воле покорившего её. Вот, оказывается, каков характер взаимосвязи между человеком и природой. Вот где корень. И теперь мы должны, вот должны об этом говорить и сказать. И потом спросить. Ответьте честно. Вы согласны на то, чтобы измениться, себя начать изменять, чтобы противостоять экологическому кризису? Нет. Нет? Ну что? Конечно, нет. Да ни за что я не соглашусь, чтобы себя ограничить, ограничить свои потребности. Не только не соглашусь на это, а ещё раз вам говорю, все страны, все народы мира живут именно этим. Вот поэтому в концепции правильно сказано, полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо. Да. Видите, мы оказались в какой ситуации? Безвыходная ситуация. Просто безвыходная. Потому что до тех пор, пока мы возьмёмся за себя, мы ничего не сделаем. А за себя взяться, вы что? С точки зрения никаких позиций. Представьте себе только с атеистической позиции. Я живу один раз. Один раз живу. Никакой вечности нет. Какая там душа? Что за чушь? Я должен пока здесь живу взять всё, что только можно. И всё. И всё. Более того, как сказал Людовик XV, по-моему, «Опрыну Людэлюш после нас хоть потоп». Все смеются, произносят эту фразу. Ой, какой Люи, какой Людовик, ай-яй-яй, какой эгоист, какой он эгоист. Да-да-да, мы-то не такие, конечно. После нас не хоть потоп, а после нас земля сгорит. Очень хорошо об этом я неоднократно цитировал строки из Ивана Аксакова, который, помните, это знаменитое его изречение. Это буквально не то, что пророческое, а оно удивительно фундаментальное просто. Когда он говорил «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом, цивилизации завершаются одичанием, свобода, деспотизмом и рабством». Человек, совлекший себя образ Божий, неминуемо совлечёт и уже совлекает и образ человеческий. Слышите? И образ человеческий действительно мы видим. Вот вчера мы с вами занимались этим вещам. Действительно совлекает себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином. Причём под звериным образом здесь Аксаков подразумевает вовсе не то, что люди превратятся в животных. Эта стадия ещё не самая последняя, совсем не самая последняя. А именно звериный, то есть сатанинский образ. Вот, оказывается, та конечная стадия, то есть конечная или бесконечная, не знаю, стадия, которой устремлено человечеством. И мы сейчас сплошь и рядом видим проявление именно вот этого образа уже звериного. Вот так экологическая проблема. Не знаю, на кого это подействует. Читают эти основы, социальные концепции. Ну, некоторые вещи, говорят, ох, как интересно, ой, как правильно, ой, как хорошо. Как только касается этих вещей, мы их не видим. Мы их не видим. Пусть другие себя изменяют, но не я. Но не я. В чём, на самом деле, для человека нужно, конечно, гораздо меньше, чем то, что он потребляет. Это бесспорно. Особенно высокоразвитых странах. Просто неизмеримо меньше требуется. Неизмеримо. Но никто не откажется от этого. И никогда. Поэтому сейчас идут по другому уже направлению, по другому принципу. Те, кто управляет сейчас, уже фактически управляет миром, они просто идут на уничтожение человечества. Причём это по всем параметрам, по всем направлениям это идёт. Это идёт в области медицины, в области вакцинации, этих всяких прививок, лекарств. Это идёт по сфере рождаемости, что делать с людьми. Это по направлению ювенальной, так называемой юстиции, когда человек не захочет уже иметь даже ребёнка, чтобы не оказаться перед тяжелейшей трагедией своей жизни. Вообще идёт по всем направлениям идёт это. Так что экологический кризис, он лишь подталкивает одних, кажется, разумных людей, должен быть подтолкнуть к чему? Хоть немножко заняться собой, других, которые нисколько не желают отказываться от удовольствия своей жизни, уже подталкивают к другому. Построить своё благополучие на страданиях, крови и смерти бесчисленного количества людей. Другого вывода здесь и нет. вот так, друзья, это последний параграф, который мы должны были с вами рассмотреть в силу указания свыше. Тут ещё много других параграфов, как вы знаете, в основу социальной концепции, но они должны быть рассмотрены на других дисциплинах у вас, и вы с ними познакомитесь. Вот так, если у вас есть какие-то вопросы теперь уже в целом по той проблематике, которую мы с вами рассматривали в основу социальной концепции по последней, предпоследней или первоначальным темам, то, пожалуйста, мы с вами можем немножко обменяться своими мнениями, мыслями, и, может быть, что-то стоит более конкретно рассмотреть, какой-то вопрос. Очень часто сейчас по телевизору, и не только по телевизору, но и в православной среде ходят фильмы, о том выступают там ученые различные, не знаю, насколько они ученые, которые утверждают, что СПИД это выдуманная болезнь. Приводит огромное количество каких-то доказательств, что это просто-напросто раскрученное средство для запугивания народа, для запугивания людей. Вот что вы можете сказать конкретно по этому поводу? Я не медик, чтобы мог опровергать или подтверждать. Это нужно обращаться, конечно, к специалистам. Но в данном случае так невольно просто мысль напрашивается. Невольно напрашивается. Знаете, когда говорят, вы умрёте. Нет, нет, нет. Другие умирают, но не я. Что такое? Если это СПИД действительно, это надуманное, то значит, можно, представляете, я себе открываю дорогу. Тут вдруг поставили препятствие. Если ты будешь тем же несчастным гомиком, то смотри, что у тебя может возникнуть. А тут себя закрываю. Нет, нет, ничего страшного нет. Наркотики совсем не страшны. Откуда вы взяли это? Что вы? Напротив, приносит только одно удовольствие. Это напрашивается мысль. Я не утверждаю это, поскольку я не могу судить. Но дело в том, что мне всё-таки не кажется, что эти утверждения исходят из действительно какого-то объективного изучения этого вопроса. Хотя, с другой стороны, я вам скажу, вот, например, врачи, заслуживающие, как мне кажется, доверия, такие разумные, совсем не фанатичные, спокойные, прямо утверждают, например, что птичий гриб это чистая выдумка. Чистая выдумка. Что запасы, запасы, фармакологические запасы, это запасы, настолько огромные, что уже эти, эти компании, которые обладают колоссальной силой, колоссальной властью, я бы сказал, они, они заставляют рекламировать, рекламировать, пропагандировать угрозу этого, например, гриппа, птичьего, или там, свинячего, какого, хотите, и затем соответствующие, соответствующие лекарства. Например, посмотрите, как проведено в жизни, например, чистить зубы. Жили наши предки, никогда этим не занимались. Тысячелетия жили, всё было нормально. Потом друг, все, начиная с детского возраста, у него ещё зубки такие, свежие, прекрасные, нет, чистят, что там ты чистить заставляешь? Все, и представьте, как вошло в практику, как это вошло в жизнь. Все поголовно этим занимаются. Попробуйте этим не заниматься даже, посмотрите, как ввели, это стало, как обычным, так же, как умыться. Вы идёте умываться, вы чистите зубы. Представьте, правда здорово? Ох, как сумели провести! Хотя в этом, хотя в этом совсем нет такой необходимости, как это утверждается, совсем нет. Я знаю, очень немало людей, которые этим вообще не занимаются, чистят зубы только перед причастием. Ну и, по-моему, и всё, кажется. И ничего себе! И всё нормально. Зубы не только ничуть не хуже, а даже ещё получше. А тут детей, ребёнок, да дети ещё как драют-то, подумайте. Что, конечно, не просто чистят, они во! Дерут, чуть зубы не свернут себе. Здорово! Какая акция проведена! Вообще, создаётся впечатление, что эти фармакологические вот эти гиганты обладают какой-то огромной властью. Медики уже, медики, в институтах это всё преподают, будущим врачам это всё внушается. Они уже начинают пропагандировать. Колоссальная какая-то власть. Так что, я хочу сказать, вот с одной стороны, кажется, видите, что можно внушить человечеству уже, но с другой стороны, что если, когда мы говорим о спиде, то невольно первая мысль другая. Это нет, нет, нет. да. Знаете, как страус, как говорят, взорвает голову в песок, когда лев на него бежит. Ну, хорошо. У нас с вами есть ещё очень важные темы, важные и сами по себе, и исходя из той атмосферы жизни, которая сейчас наполняет наш мир. речь идёт не о чём-нибудь, я хочу сказать. Такие вещи, когда я сейчас скажу, вы улыбнётесь, скажу, а при чём тут? А при чём тут, скажете? Чего тут такого? Есть о чём говорить, даже смешно. Знаете, о чём? О чудесах. О чуде. Вы обратили внимание, наверное, обратили, что происходит с нашим народом. Именно это сейчас с нашим. Наш народ в такой, в самой элементарной форме жаждет чудес, ждёт их буквально, стремится к ним, ищет их. Вот так. Но наш народ в такой, я бы сказал, в элементарной буквально форме ищет этих чудес. На самом деле весь мир охвачен именно этим исканием. Только другие формы. У нас ищут чудес. Где-нибудь на Западе там увлекаются экстрасенсорикой, эзотеризмом, спиритизмом, в конце концов, колдовством. Хотя это и здесь. Я говорю, ситуация это всюду одна и та же. Мы хотим получить чего-то, чего-то каким путём. Я обращаю ваше внимание, каким путём мы хотим получить. Путём, не касаясь своего состояния души, хотим получить результаты. Вот только сейчас мы говорили об экологическом кризисе. То же самое и здесь. Живёт человек именно жаждой чудес. Посмотрите в Евангелии, что происходило. Как подчас народ бежал за Иисусом Христом. Почему? Чудеса творил, а когда накормил питью хлебами, тут что произошло? Помните? Вообще хотели уже сделать его царём. это тот, кто нам и нужен, слышите? Кто и нужен нам. Вот что нужно людям. Чудо. Как кто-то один сказал, Достоевский сказал, чудо и авторитет. Вот та двоица, которая более всего привлекает человека и чем он психологически живёт. вот поэтому именно это одна из причин, которой стоит этим заняться, этим вопросом. Вторая причина – природа чудес. Вопрос совсем непростой и который беспокоит очень многих. Природа – это чудес. Обычно в нашей литературе, я говорю церковной литературе, христианской, принято говорить о причинах, об истоках, об источниках чудес в таком плане, что есть чудеса от Бога, всё понятно. Есть чудеса, чудеса, которые на самом деле не являются чудесами, которые являются ничем иным, как результатом научно-технического прогресса, который для людей, ну, далёких от возможностей научного понимания действительно выглядят как своего рода чудо. Более того, скажу, если бы удалось воскресить кого-то из наших совсем недавних, совсем предков, совсем недавних, они были просто потрясены тем, что они увидели. Мне рассказывал один священник ещё такой очень прежнего, так сказать, древолюционного поколения, как он сделал маленькие транзисторные, транзисторные называют, или нет, не транзисторные, какой, самый элементарный приёмник, какой там можно было сделать, уж я не знаю. Ну, в общем, он сделал, его сделал, так, удалось, так, и заговорил радио, говорит, Москва, причём, говорит, так отчётливо получилось, говорит, мой отец как услышал, говорит, он пришёл в полнейшее недоумение, ходил, говорит, по комнате, хлопался руками, у него такая была привычка, да как же это такое, что такое, да это же дьяволь ещё настоящий, понимаешь, одним словом, если бы действительно показать что-то такое человеку прошлого, то, чем сейчас располагает наука, он бы, конечно, пришёл бы к земле и сказал, это действительно чудо, маленькая аппаратина, представляете куклу, разговариваете с какой угодно страной мира, ну, конечно, чудо, так, это вторая вещь, но эта вторая вещь, она также, кажется, легко понимается, как и первая, как Бог может всё сделать, так и здесь наука, третья причина, которая, это дьявола, ну, глубокое убеждение у людей, что дьявол тоже может творить чудеса, чудеса, очень, так сказать, многие, большие, как уже он может, по какой причине, вопрос другой, вот так, но, понимаете, в чём дело? Как кажется, что вот этот круг факторов, он не описывает всех реальностей, которые мы бы могли рассматривать как чудесные явления, впечатление именно вот такое, ну, если, конечно, многие вещи, которые требуют, может быть, веры, так это или нет, помните, может быть, когда писали, там, целые серии, была статей, ходящие по огню, когда небольшая, так сказать, яма, разжигался там костёр, там камни, деревья просто сжигались, камни раскалялись до много сотен градусов, и потом аборигены где-то чуть ли не в Австралии или где-то совершенно спокойно, неспешно проходили это, потом тут же это, помню, англичане хватали, исследовали их пятки, никаких следов, никаких следов, никаких ожогов, ничего. Тогда, я помню, много было этих статей, так и называлась эта серия «Ходящие по огню». Ну, а то, что рассказывают о йогах, например, один раджа, то есть князь, говорит йогу, я не верю всё, что вы это, говорите, сочиняете, выдумки и сказки. Он говорит, ну, хорошо, вот давай сейчас могилу делайте, гроб, меня кладёте в гроб, через месяц у меня отройте эту могилу, и тогда посмотрим. Раджа с удовольствием согласился. Тут же всё это делается. Ученик этого йога делает, он ложится в гроб, какие-то пассы, пассы делает, так, и йог умирает. Закрывают крышкой могилу, засыпают, раджа князь ставит стражу, чтобы никто не вздумал тут как-нибудь, да, вот так. Ровно через 30 дней отрывают, открывают, ученик делает опять какие-то пассы, йога открывает глаза, и первое, что говорит, ну что, раджа, теперь веришь? То он чуть ли в обморок не падает. Но я говорю ещё раз, я не знаю, насколько достоверно это. Или, например, старый какой-то йог и молодой, ну, сравнительно так, подходит к гангу, и молодой говорит, я 20 лет потратил на то, чтобы перейти ганг как по суху. Старый йог говорит ему, какой же ты глупый! То, что можно сделать за 20 рупий, или за 2 рупии, рупии у них, это в 10 раз меньше нашего рубля. Рупии – это сколько, знаете, в 10 раз, 10 копеек, да. То, что можно сделать за 2 рупии, ты на это потратил 20 лет жизни? Какой же ты безумный! Да. Но дело не в этом, а дело в том, что они утверждают, что могут перейти как по суху, например, реку. Ну, и много. Если вы почитаете литературу о тех же йогах, что, чего достигают с помощью хатха-йоги, хатха – это йога-тела. Или раджа-йога, например, это хатха-ума. Потому что не говорят там хатха-йога, другие йоги, да. То, действительно, всё то, что там описано, это просто поражает сознание. Думать, что всё там описанные выдумки, как-то не хочется. Чтобы всё это были одни фантазии. Наверняка, за, может быть, за какими-то вымышленными или преувеличенными, может быть, описаниями что-то скрывается, возможно, скорее всего, скрывается что-то реальное. А, например, такие вещи, когда ребёнок совершенно спокойно, ну, ребёнок, даже подросток, вдруг видит, что находится в сейфе. Я помню, сенсационная была статья, так была названа, эффект Розы Кулешовой. Осталось же в сознании. Когда её отец работал в каких-то секретных органах, да, она подходит к сейфу и начинает читать закрытый сейф. Отец чуть с ума не сошёл. Да, вот так. Или, например, в журнале каком-то «Наука и жизнь», по-моему, опубликована статья, как в Швейцарии, один пропал ребёнок. Полиция не могут найти нигде, но знали, что есть человек, который обладает то, что мы назвали экстрасенсорными способностями. Обратились к нему. Он сказал придить через сутки. Через сутки пришли к нему, он указал точно место, где оказывается вот под те, там-то вот мост, под мостом, в самом там углу лежит ваш убитый ребёнок. ребёнок. Пошли, точно нашли. Но, как он, говорит, он этот человек, что у него это отнимает огромное количество энергии, чтобы увидеть, чтобы вдруг увидеть это. Вообще, вся область экстрасенсорики, может ли она вся, вся, раз, огульно, отнесена быть к области дьявольской мистики? Ну, насчёт того, что едва ли она может быть отнесена к божественному, к божественному правительству, тут, кажется, в общем-то, особенно вопросов не возникает, идеи не возникает. А вот можно ли отнести всё это к дьявольской мистике? Это вопрос. потому что многие из тех фактов, которые сообщаются, но они просто кажутся безотносительны к области духовной. Ну, и, наконец, конечно, бесчисленное количество уже, может быть, я бы сказал, даже фактов, это связано с так называемыми заговорами, с шаманством, с колдовством. Например, вот описывают один случай в африканском племени, долго не было дождя, засуха, народ страдает, обратились к шаману. И вот описывают ту церемонию, которую он провёл, она у меня осталась так в памяти, какая-то поляна, на поляне растёт такое большое дерево, крупное, он просит, чтобы ребёнка посадили под это дерево, низкий сук, под этот сук посадили ребёнка, и дальше описывает этот автор, как он начинает, начинает соответствующую пляску, что ли, вокруг этого дерева. Сначала медленно, потом всё более энергично и сильно, как у нас песня, знаете, калинка, малинка, потом та-та-та-та и пошло во всём. Видимо, что-то подобное в этом роде. да, и, как он написал, что, наконец, это он дошёл до экстаза, этот шаман, ломает затем ветку сук над этим ребёнком, ребёнок мёртв, умирает. и тут же надвигается грозовая туча и начинается проливной ливень. Мы уже привыкли к тому, что очень много случаев, когда служит молебен обездожие, и действительно тут же наступает. Начинается дождь, появляются тучки, но тут мы сколько не удивляемся. Ну, как же, если кто-то искренне молится, а тем более не один человек, то и ответ, наверное, получаем, а здесь сказать, что к дьяволу он прибегает. Вот и попробуйте. Одним словом, вот ещё проблема, правда же, интересная. Природа чудес. Это очень важно. Почему важно выяснение этой проблемы? Потому что не дай Бог ошибиться. Что сейчас происходит, по крайней мере, в нашем российском мире при этой жажде чудеса? Жажде. Когда принцип один – чудо значит святой человек. В общем, это говорят люди верующие, которые, кажется, читали Библию, читали, кажется, историю еврейского народа, что было, например, в Египте, какие совершал Моисей чудеса и какие совершали жрецы египетские. Подобные же прямо чудеса совершали, кажется. И в Библии совершенно очевидно написано, что именно если Моисей чудеса имени Божьим, то там совсем нет. Что с другой? И тем не менее, я бы сказал, вот это самое страшное. Люди жаждут чудес, не думая о том, какова их природа, как они совершаются и более того делают пагубные выводы. Недавно у меня был буквально случай, когда мне заявили, что Иисус Христос уже пришёл, второе пришествие совершилось, что этот Иисус Христос живёт вот там-то, в Коме, кстати, в республике Коме, женат, имеет трое детей, в общем, хороший Иисус Христос. Первый раз пришёл, не женился, второй раз уже началось. Ну и когда я стал говорить, ну слушайте, ну что вы, все Евангелия предупреждения какие, святых отцов, мне был ответ очень сильный, он творит чудеса. Вот так. И это оказывается уже аргумент, который не требует никаких других доказательств и других аргументов. Это достаточно. Вот так, друзья мои, видите, целый комплекс, если хотите, так сказать, и вопросов, и мотивов, по которым эту тему, наверное, надо нам с вами немножко рассмотреть, поскольку с этой-то темой вы встретитесь бесчисленное количество раз встретить. И уж вам придется отвечать людям, придется объяснять просто людям, придется предупреждать буквально людей, предупреждать о том, чтобы избавить их от этого легкомыслия, этого легковерия, от той громадной осторожности, с которой нужно подходить ко всякого рода, подобного рода явлениям. Есть еще даже другие более поразительные вещи, о чем я, так сказать, тоже надо сказать. Помните вы явление в Лурде в 1858 году, фатимское явление у католиков, 1917 год, в Зейтуне, в Зейтуне, это в Александрии, когда говорят явление Богоматери, это уже 1900 какие, вот эти 60-е или 70-е что-то годы, я вот что-то забыл, ну, в общем, уже это сравнительно совсем уже недавно, явление, посмотрите, какие вещи, не просто так, где-то в Сербии, по-моему, я уже забыл, сейчас могу потом вам найти, сказать, целые книги, даже изданные, когда являются Богоматери, её видят там два-три там подростка, двое-трое, она с ними разговаривает, она им что-то открывает, да, и потом исчезает, причём эти явления, явления не единичный характер носят, а многократный, вот в Зейтуне, например, целый год, точно, прям точно, ровно целый год было явление, когда на куполе, на куполе являлась, кто являлся, это утверждают, что Богоматерь, а кто являлся, действительно, что это такое, видите, это явление уже другого порядка, ну и, наконец, что сейчас, эти уже, всё чаще встречаются явления, я бы сказал, что ли, небесного характера, да, вот эти инопланетяне, так называемые, да, ведут себя эти, например, тарелки самым необычным образом, все думают и гадают, что это такое, кто считает, что где-то есть скрытые какие-то центры, которые как раз выпускают эти тарелки, другие, говорят, судя по тому характеру, как они появляются, исчезают, что это просто невероятно, чтобы здесь было что-то связано с какой-то наукой и техникой, вот так, в общем, целый громадный, как видите, набор фактов, которые, если хотите, требуют христианского осмысления, православного осмысления, мы с этим должны как-то познакомиться, должны ответить на эти вещи, поэтому я вот решил провести эту, эту тему. первое, на что я бы хотел обратить внимание, во-первых, что такое чудо с христианской точки зрения? Что это такое? Ну, под чудом мы подразумеваем такое явление, которое никоим образом не может быть не только описано, не может быть понято, как явление естественного порядка, которое выходит за границы тех естественных процессов и закономерностей, которые нам известны. Более того, это не только это одна сторона, потому что, как только что мы с вами говорили, если наших предков воскресить, то они для них это будет чудом тоже, которые не могут ни понять, ни объяснить то, что происходит сейчас. Нет, вот чудом мы разумеваем не просто то, что не может быть объяснено естественным образом, и другое, что чудо всегда сопряжено с особым воздействием на душу человеческую, точнее сказать, с таким познаванием, что ли, человеком, познаванием человеком непосредственно присутствие именно Божие в данном явлении. Чудо именно этим располагает. Подчас явления сами по себе, которые называем чудесными, могут быть и объяснены даже, ну, по крайней мере, случайностью какой-то, могут быть объяснены. А вот этот факт переживания человеком Бога тут уже никаким, так сказать, научным способом мы объяснить не можем. Значит, чудо, понимание чуда несёт в себе две стороны. Я обращаю внимание ваше. С одной стороны, необъяснимость с точки точки зрения наших возможностей нашего времени. другой стороны, именно ощущение переживания человека, что это именно действие Божие, действие сверхъестественное. Это не просто случайность, не просто непонятное явление, а именно действие, выходящее за границы человеческого опыта. Поэтому мы и говорим, чудеса бывают, конечно, и чисто внешние, воскрешение мёртвого, прекращение бури, но обратите внимание, как они всегда были сопряжены с воздействием на душу человека. Даже внешние чудеса, они были сопряжены с воздействием на душу человека. Но бывают чисто внутренние чудеса, нравственные, когда действительно происходит, что называется, перерождение буквально человека в мгновение ока. Неожиданное возникновение твёрдой веры. Вот, например, те случаи, которые мы читаем в Житии Святых, связанные с обращением мучителя в христианство, там, ну, палачи, которые издеваются над христианином, заставляют его отречься от веры. И вдруг один из них бросает это всё и заявляет, я христианин. Вы что думаете, это просто он поражён мужеством, что ли, этого мученика? Другие тоже видят и нисколько не поражены. Нет, с ним что-то происходит. С ним происходит именно примерно то, что произошло с Савлом, когда он услышал голос с неба. Здесь что-то происходит. Вдруг душа этого человеческая ощутила Бога, в Которого верит этот мучимый им человек. Потому что так радикально заявить перед лицом того, что тебя сейчас подвернут тем же самым пыткам, это, знаете ли, пойти на такой шаг не может человек просто поражённый мужеством, что ли. нет, нет, тут произошло соприкосновение души этого человека с Богом. Ощутил он Бога. И перед лицом познания этого Бога он же готов пойти на всё. Вот такие бывают внутренние чудеса. Просто полный переворот мировоззрения, полный переворот жизни. вот так. Вот эти чудеса, эти чудеса отличаются, именно божественные чудеса, и тем самым отличаются от всяких фокусов, там, от гипноза, экстрасенсорики, от различных галлюцинаций и так далее. Отличаются и от ложных чудес. Какие ложные чудеса? Ложные, которые под ложными чудесами, разумеется, или там бесовские какие-нибудь, их называют тоже ложными чудесами, или чудеса, которые связаны, возможно, с гипнозом, возможно, с какими-то ещё способностями человека, которые мы не знаем. Ну, например, в одной из легенд, буддистских легенд, читаем, что какой-то крестьянин никак не хотел верить, что Гаутама это действительно Будда, то есть он озарённый, то он достиг этого озарения. Тогда Будда высунул свой язык и достал им до своей макушки. Всё! Крестьянин упал перед ним в величайшем благоговении. Представляете, чудо какое! Ну, ещё попробуйте до макушки, достаньте. Ну, это хорошо, это из области буддизма, а вот из области христианства, христианской. Пожалуйста, читаем историю, христианская история, читаем. Улица, улица старого города, какого города? Вифлеема, уличка, дома напротив друг друга, и два мальчика играют. Делают они, что? Голубков из глины. Один мальчик сделал Голубков, сказал фырр, и они полетели. Другой на той стороне улицы делает Голубков, фырр, они не с места. В первом случае был Иисус, во втором был Иуда Искариотский. Это мы читаем в апокрифическом Евангелии, не помню каком, от кого там. В одном из апокрифов, одним словом. Кстати, кстати, ой, даже и говорить, не знаю, ну, можно сказать. Чем я был поражён? Вы знаете, я услышал эту историю, вы думаете, я прочитал? Нет, я это услышал в проповеди. В Троицком соборе. Как бы важно, чтобы всё-таки все монашествующие получали, конечно, образование. Потому что иногда человека облачают в монашество, и на него уже смотрят, как на авторитет. Понимаете? Как на авторитет. А он, бедный, живёт какими-то бабьями, баснями. Это так выражается апостол Павел. Слышите? Самбона. Убедил людей. Вот почему Иуда возненавидел Иисуса. Вот почему он его предал. В конце концов, отомстил ему за то, что у его, Иуды, голубки не полетели. Вот такие вот вещи. Вот это ложные, конечно, вещи. Тут даже не ложные чудеса. Этого просто не было. Небылицы. Я думаю, и с Буддой тоже этого, скорее всего, не было. То есть, это уже что такое? Это именно басни, выдумки, сказки, фантазии. Вот так. Фантазии, с помощью которых пытаются воздействовать на психику людей. На психику. Возбудить их. Вы понимаете? Ведь такие рассказы, они же возбуждают людей, неискушённых, и привлекают их. И вот один из важных вопросов, который сейчас стоит со всей силой и актуальностью. Действительно, чудеса, очевидные чудеса, могут ли являться достоверным доказательством святости человека? Святой, святитель Иоанн Затаус пишет, от чего узнаём и разумеем святого человека? От чудес или от дел? От дел, то есть, от жизни его. В данном случае я просто перевожу, чтобы не ошиблись. От чудес или от дел? От дел узнаём, а не от чудес. Много ведь и волхвы чудес сотворили бесовским образом. Верно. Жрецы и фараоновы. Какие чудеса творили? Почти всё повторили, что делал Моисей. Святитель Игнатий Валенчинов пишет, так христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным. заповедуют соблюдать при всех вообще явлений благоразумную холодность, спасительную осторожность. Святые отцы повелевают подвижнику молитвы при случающихся явлениях вне и внутри себя пребывать равнодушным к ним и не внимать им, не признавая себя достойным видения, видения святого. Они завещают, с одной стороны, не порицать явление, чтобы не подвергнуть порицанию святое, а с другой, никак не вверяться явлению, поспешно признав его истинным, чтобы не впасть в сеть лукавого духа. Общий вывод, который делают отцы, очень важный, его бы надо прямо твердо помнить в отношении всех явлений, природу которого мы затрудняемся оценить, понять, нужно помнить завет отцов. не гули и не принимай. Слышите? Не гули и не принимай. Светлый Игнатий пишет, может ли иметь особенную достоверность знамени с небеса? С небес. Ух, как! Вот вам эти, все эти лорды, фатимы, зейдуны. Можно ли заключать, что знамение с неба есть непременно знамение от Бога? Из Божественного Писания видно противное, противоположное, то есть. И, кстати, он замечает, в чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человека. все чудеса прикрывались покровом Божественного смирения. А преподаватель Косян писал, никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии. Слышите? Даже за чудеса Божии вот за что не должен быть прославляем и дары, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. При этом Святая Игнатия замечает, вообще замечено святыми отцами, что тех, которых Бог посетил истинным явлением, сатана начинает искушать явлениями ложными. Вы слышите, какие даже вещи? А общую оценку чудес Иоанн Кассиан дал великолепно просто, великолепно. Он говорит, чудеса, вызывая удивление, мало содействуют святой жизни. Это, кстати, ответ на то всеобщее стремление к чудесам, желание чудес, искание чудес, которое наблюдается в простом, да и не только в простом народе. Мало содействует святой жизни. Мы же с вами неоднократно упоминали о том, чего ищут люди, когда стоят чудотворным иконам, мощам, чего ищут исключительно земного. Редко, я думаю, что, может быть, есть кто-то, но, думаю, это редкое явление, когда люди ищут освобождение именно от страстей, от душевных страстей, от телесных еще, может быть, например, освободиться от пьянства, от наркомании. Это еще возможно, а от душевных просто даже, ну, не знаю. Вы не встречали, никогда никого из вас не приходилось, никто не делился с вами, чтобы кто-нибудь шел к мощам приложиться, к чудотворной иконе с молитвой освободиться от тщеславия, например. Подумать тщеславие, да и грех-то какой-то, и греха тут никакого нет. Я думаю, что это просто невероятное дело. Исключительно земных, и потом, от пьянства, опять-таки, что это, из-за того, что это грех, что ли, человек хочет освободиться? Да вовсе не поэтому. Его вся жизнь разрушается. Глядя наркомании. Он весь все здоровье он теряет. Опять, освободиться не потому, что грех, а потому, что это грозит его жизни. Какой? Земной. Вот в чем дело. Ну, если говорить о причинах, то вот я хочу зачитать преподобный Яна Кассиана, который указывает на три причины чудесных исцелений. Первой причиной исцеления бывает благодать, произведящее чудеса, даруемые избранным и праведным мужам. Вторая причина назидание церкви или вера тех, которые приносят больных для исцеления или тех, которые желают получить исцеление. В этом случае сила исцеления исходит иногда и от недостойных, и от грешников, о которых Спаситель говорит в Евангелии. Вы слышите, любопытные любопытные обратить внимательно на эту причину, что иногда совершать даже чудеса или совершаются, или совершать чудеса могут люди недостойные, которые никакой праведности не обладают. Помните этот случай приводится в по тереге, кажется, Игнатия Ренчаринова, когда разбойники хотели захватить женский монастырь, сначала, так сказать, разведка была руководителя. Он пришел в одежде подвижника, схимника, его приняли, открыли ворот, его приняли, и все. Омыли ему ноги, пустыни, еще бы, великое дело, омыли ноги и дали этой воды слепой монахине. Она прозрела. Она прозрела. Вот, оказывается, вот, Иоанн Косян Харюнин, он говорит, что такие, такие случаи, это вовсе единичные, когда сила веры человека вера человека оказывалась той, той исцеляющей силой, которая становится очевидной для всех. Сила веры того, который желает получить исцеление. Вот, в этом случае иногда исходит, ведь он говорит, и от недостойных, и от грешников. Ну, попробуйте его убедить в этом людей, и от грешников, 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 но вас забросают камнями тут же. Как это такое? Исцеление третьего рода бывает по обольщению и ухищрению демонов. Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия, и потому почитаться святым и рабом Божиим. Вот это да! Вот это уж самое, так сказать, невероятное. Что невероятное в смысле принятие его, попробуйте убедить в этом. От этого происходит то, что демоны с воплем именуя людей, не имеющих никаких свой святости и никаких добрых плодов, показывают вид, будто их святость сжёт их, и они принуждены бежать от одержимых ими. Видите, даже какие впечатления бывают? Замечательно! Отсюда какой вывод? Что одним из важнейших признаков истинного чуда является не само по себе чудо, а является то, если мы бы смогли это убедиться, святая жизнь человека. Если действительно это святая жизнь у человека, тогда можно довериться этому чуду, но попробуйте его узнать. Иногда это возможно, иногда бывает возможно, но далеко не всегда. Поэтому и предупреждают святые, что не хули и не принимай, но требуется очень большая осторожность, когда мы соприкасаемся с чудом. Крайне осторожно нужно относиться к этому. Узнать о причине, есть очень хорошая статья, которая так и называется «О чудесах и знамених». в четвёртом доме у него. Те, кто интересуется, может быть, почитать о том, что чудеса могут совершаться даже не только через грешных людей, а даже и через животных, то случай с Валаамой ослицей всем известен, который проговорил человеческим голосом и отмечил Валааму. Могут ли чудеса совершаться в неправославной среде? Могут ли? Могут! Бог всюду хочет помочь людям. И там, где только есть какая-то духовная возможность для человека без вреда для себя, а даже с пользой, почувствовать силу Божию, Господь может это сделать.